Урок пятый. Мастер операций. Получить доступ к операциям и управлять ими, можно выбрав файл «Мастер операций». Для применения операции просто выберите нужную из списка. Для создания новой операции выберите «Создать операцию». В открывшемся меню выберите исходный объект, используя одноименный раскрывающийся список. В этом примере используется значение по умолчанию «Файл, открытый в Acrobat». К нему будут последовательно применены действия из области «Шаги». Перетащите в область «Шаги действия», которые доступны в левой панели. Для примера выберем «Страницы», а затем «Повернуть страницы». Для задания параметров действия нажмите «Параметры». Если вы хотите, чтобы пользователь задал параметры во время использования операции, поставьте галочку под «Потребовать подтверждение пользователя». Для удаления шага нажмите крестик. По аналогии вы сможете добавить необходимые шаги в вашу операцию. В области «Конечный объект» выберите подходящее действие. В этом примере выберем «Не сохранять изменения». При сохранении результата будет предложено ввести имя операции и ее описание. Для того, чтобы применить операцию сразу после сохранения, отметьте «Запустить эту операцию после сохранения». Любую операцию, кроме предустановленных, можно изменить. Для этого в «Мастере операций» выберите «Изменить операции». Выберите операцию из списка и нажмите «Изменить». Откроется меню «Аналогичное меню создания операции». Внесем «Изменения» и сохраним операцию. Adobe Acrobat X также позволяет выполнять экспорт и импорт операций для предоставления совместного использования другим пользователям. Для этого воспользуйтесь соответствующими кнопками в меню «Изменения операций». Интерфейс и архитектура операций заменяют режим пакетного сценария, доступный в более ранних версиях. Большинство пакетных сценариев Acrobat 9 может быть импортировано как операции. Некоторые сценарии требуют незначительных изменений. Продолжение следует... Продолжение следует...